Приветствую вас и подумал, что будет правильно, если последний ваш вопрос, который вы задали, касающийся жизни, касающийся смерти, мы не оставим просто вот так, а я постараюсь вам немножечко его объяснить. Дело в том, что в вопросах жизни и смерти тут у нас встает философия, а не психология, поэтому изложение будет в большей степени философское, наверное. Хотя, поскольку психология берет свое начало из философии, то я думаю, что психологическое вот тоже будет что-то. Итак, вступление мы закончили и теперь непосредственно к сути. Если говорить о философах, то они считают, что вся жизнь это подготовка к смерти. И основная ошибка человека, когда он боится смерти, неважно от чего вообще, в том, что он думает, что он столкнется с тем, что есть за гранью жизни, будучи тем, с кем он является на самом деле. В действительности это не так. Когда человек умирает, то исчезает все то, что делает его человек. И, соответственно, после смерти человек уже не является таком, он теряет свое существо. Он перестанет быть носителем жизни. И это означает, что все наши мысли, все наши чувства, все наши эмоции, представления, все здесь исчезает. И на самом-то деле это не страшно, потому что мы всегда боимся боли, мы всегда боимся какого-то негатива, неудач, страхов, там, сомнений и прочее. А здесь просто полное ничто. И в этом ничто не существует, негатива. В этом ничто ничего нет. Поэтому, боимся мы, боимся мы лишь только того, что не знаем. Мы не знаем, что там. Но однозначно можно сказать, что там нет человеческих чувств, там нет людей, там нет эмоций, нет всего того, что представляет собой боль, всего того, что представляет собой радость, и вообще всего того, что называется человечеством. Это означает, что в привычном понимании нашего слова, страх, там не работает. Там этого просто-напросто нет. Теперь перейдем немножечко к более такому приземленному формату и скажем так. Сколько раз спрос запихал? Сколько раз человек может умереть? Вот по факту, сколько раз человек может умереть? Один, один раз человек может умереть. Но каждый раз, когда мы боимся, каждый раз, когда мы переживаем, мы по сути умираем. Умираем мы эмоционально, умираем мы на уровне личности, умираем мы на уровне желания. Почему умираем? Потому что смерть это всегда то, что противоречит жизни. Там, где нет жизни, там есть смерть. По крайней мере, в человеческом восприятии. То есть, все, что не является жизнью, есть смерть. Давайте иногда скажем, а что есть жизнь? Что такое жизнь? Что из себя представляет жизнь? Жизнь это движение вперед, жизнь это развитие, жизнь это стремление, да, к чему-то. И в эту концепцию не вкладывается ни срена, ни сомнений, ни разочисования, ничего такого. Соответственно, каждый раз, когда человек сталкивается с подобным, он умирает. Он переживает такую вот маленькую смерть внутри себя, которая, естественно, влияет на него разрешительно, потому что человек на свете жизни. А в нем появляется что-то. Инорог. То есть, каждый раз, когда вы, грубо говоря, чего-то боитесь, вы уже умираете. и вы умираете постоянно, когда сомневаетесь, когда делаете не то, что хочется вам, и тогда вы каждый раз умираете. то есть, вы живете смертью уже, а она настоящая, та, которая действительно за всем этим стоит, даже вам еще неизвестна. И вы, думая о ней, не наслаждаетесь жизнью. тогда и в том, когда могли бы это делать, когда могли бы это осуществлять. Вы этим не занимаетесь. Почему? Потому что тратили свою энергию на что? На страх, на сомнения, на опасения и так далее. это все равно, что привести такой вот пример, когда человек встает утром, опустим и говорит, я сегодня напишу книгу или я сегодня влюблюсь. И человек тратит свои силы на это, но при этом он уже фактически лишил себя эмоционального заряда и энергетического заряда на то, чтобы сделать это. Потому что есть вещи, которые не гарантированы человеку. Это творческий успех, любовь, это сиюминутная смерть, но есть то, что человек гарантирован на данный момент. На данный момент человеку гарантирована жизнь. Почему? Потому что она в нем уже есть. И если в человеке уже есть жизнь, то игнорировать ее нельзя, тратить энергию на то, что вам не гарантировано, тоже нельзя. Ведь это пустая трата времени. По сути дела. Мне кажется, вам это могло бы быть очень близко, ведь вы же цените свое время. Вы цените свои усилия, вы цените свои силы. Вам это должно быть по идее очень-очень-очень близко. То, что это пустая трата времени. И вместо того, чтобы опасаться, что вы можете умереть сегодня, завтра, подлезавтра, от болезни, от несчастного случая, от еще чего-нибудь, вы лучше живите. Вы используете каждый момент жизни для того, чтобы развиваться. Но развивайтесь, развивайтесь спонтанно. Развивайтесь не по плану какому-то. Развивайтесь, доверяя своим эмоциям, доверяя своим чувствам, доверяя своим стремлениям, желаниям. И только так вы избежите страха. Потому что на самом деле все остальное, что вам можно посоветовать, это профилактика, лечение, и так далее. Это все иллюзия. Иллюзия того, что вам ничего не грозит. Но в действительности, даже если на обследование у вас случится так, что ничего не будет, ничего не найдут, то на следующем обследовании уже может что-то появиться. А может и не появится. Никто вам это не гарантирует. И когда вы сразу об этом думаете и у вас возникают сомнения, то вы сразу вспоминаете мой пример про творчество, про любовь и про жизнь. Напоминаете себе об этом. И я уверен, вам будет проще. Я уверен, что за временем вы перестанете бояться. Потому что вы поймете насколько это беспроспективно. Что вы боитесь того, что может случиться, но еще не произошло. Вы тратите на это свою энергию. Обрат станет шаг того, что вы решились тратить на то, что существует только у вас воображение. Потому что вы услышали историю другого человека. Но у другого человека в своей жизни. Человек живет ее по-своему, а вы по-своему. И то, что произошло с ним никогда не произойдет с вам. Иначе все бы мы были бедны, или все мы были бы богатыми, но ведь этого не происходит. Почему? Потому что у каждого своя жизнь, свой путь, и свои достижения. и я думаю, что логично завершить эту мысль будет сказать так. Главное не стать лучше всех. Потому что лучше всех быть невозможно. Но главное стать лучше без оглядки на как бы ты не был. Стать лучше в первую очередь для себя, а не для других. Вот на этом я думаю можно закончить. Надеюсь вам помогло помочь это видео. Надеюсь вы почерпните из него что-то новое для себя, что облегчит вам ваше существование. видео.